Никакие гаджеты, мессенджеры, новейшие технологии не могут передать душевную теплоту строк, написанных от руки. Казалось, что письма и открытки остались в 20 веке, но нет. Проект посткроссинга возрождает переписку, причем на международном уровне. Полина Михалькова стала посткроссером год назад. За это время она получила более 70 открыток из разных стран. Самая, наверное, любимая моя открытка была, это когда мне Луи, так звали девочку, она мне прислала открытку и сказала, вот эту открытку я нарисовала сама. Я не верила своим глазам, она была прям в точь-в-точь, как живая. На меня смотрела девушка, и она сказала, это моя сестра. Я не верила своим глазам. На первой в этом году встрече посткроссера в Пушкинке Полина провела для новичков клуба викторину об истории проекта и культуре разных стран. Также девушка принесла открытки с марками и почтовыми штемпелями зарубежных государств. Полина отметила, что переписка очень увлекает, но не стоит забывать о практической стороне вопроса. Первым делом рассказать это родителям, потому что посткроссинг – это затраты марки, открытки. Вот, допустим, в нашем регионе очень требовательны к открыткам. Допустим, до границы мне говорят, что очень красивые открытки, а у нас регламент, что самодельные открытки только в некоторых регионах, то есть можно. Второй совет Полины – прийти в клуб в Пушкинку. Живое общение, обмен опытом не заменит никакая инструкция в интернете. Но сначала нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.com. Этот сайт устроен так, что по пять адресов людей, совершенно нам незнакомых со всего мира, сайт нам предоставляет, и мы должны им отправить открытки. И в ответ мы получаем тоже пять открыток. И вот так вот постоянно это, знаете, как конвейер получается. Это безумно интересно и безумное счастье, когда заглядываешь в свой почтовый ящик и видишь открытку совершенно с другого конца земного шара. Так как переписка идет на английском языке, то посткроссеры отрабатывают навыки письменной речи, умение составить небольшой рассказ о себе, правильно перевести полученное сообщение. Ну, я думаю, что с первого класса ребята вполне уже могут самостоятельно подписывать открытки, потому что с первого, со второго класса они уже изучают английский язык, а именно английский язык является международным в посткроссинге. Следующую встречу саровские посткроссеры планируют провести во время весенних школьных каникул. Елена Грецкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.